Первое, что отмечают рыночные аналитики, жители остро реагируют на повышение цен, будь то пищевые продукты, одежда или спиртное. Этот последний сектор товаров подорожал больше других в связи с повышением акцизов. Как следствие, продажи алкоголя всех категорий сократились, но не одинаково. Если видим, что вино и пиво подорожали больше всех, фактически на треть, то их продажи также сократились на 33%. На крепком алкоголе подорожание сказалось меньше, и сокращение продаж составило меньше 10%. Так, изменение цен повлияло на предпочтение потребителей. Казалось бы, такие вести должны порадовать парламентских борцов за трезвость. Добились главного – снизилась продажа алкоголя. Однако те же аналитики отметили рост популярности спиртного в соседних Латвии и Польше. Люди так просто не отказываются от своих привычек. Ищут возможность подешевле купить желаемое. Один из способов – воспользоваться открытыми границами и съездить за покупками. Мы убедились, что 7% жителей Литвы хоть раз за месяц ездят за покупками к соседям. В Литве традиционно лидерство за пивом. Даже скачок акцизов этого не изменил. Однако медики считают, что градусы – не главное. Важны количество и частота употребления. Дело не в том, что больше или меньше статистически употребляют спиртные. Но дело в том, что люди не находят счастья в нашей жизни. Очень резкие ножницы между хорошо живущими и плохо живущими. Социальные проблемы, они, конечно, усугубляют состояние. Но надо сказать, что пьют и те, которые богатые, и те, которые бедные. Только разница в том, что разные напитки они пьют. Свидетельство врачей. Богатые спиваются не реже бедных. Вообще поток клиентов у наркологов от повышения акцизов не поредел. Как видно, наше руководство озабочено не о том, чтобы меньше люди пили, а о том, в первую очередь, чтобы собрали те же самые деньги, которые раньше собирали. Поэтому повышаются цены алкогольных напитков. Направить всю энергию надо на то, чтобы люди стали культурно употреблять спирт. Премьер в начале года с гордостью отметил, что с подорожанием спиртного сборы в бюджет не пострадали от сокращения продаж. Так кто же в прибыли от антиалкогольных мер? Вопрос открытый. Наталья Гавришова, Мартина Свитсберес, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...